Гексамитоз Это одно из самых распространенных заболеваний аквариумных рыб. Еще это заболевание называют дырочная болезнь, whole head disease, спиронуклеус. Эту болезнь вызывают несколько видов простейших паразитов из отряда дипломонодида, рода спиронуклеус. Хорошо подвижные одноклеточные паразиты локализуются в кишечнике и желчном пузыре, а при сильной инвазии могут быть обнаружены в других органах и тканях. Соражение обитателей аквариума происходит через фекалии больных рыб. К сожалению, это заболевание может поразить практически любую рыбу, поэтому если появились первые признаки, необходимо лечить весь аквариум. Наиболее часто гексамитоз поражает цихловых рыб – астронотусы, красные попугаи, флаурхорны. Однако и другие виды рыб тоже находятся в группе риска. У больных рыб образуются уродливые шрамы, язвы, эрозии на голове и теле. Гексамиты вызывают поражение кишечника. Почти всегда при вскрытии рыбы наблюдаются участки гиперемии, воспалительные процессы, спайки, газообразование. О том, как это выглядит под микроскопом, вы можете увидеть в моем фильме «Гексамитоз у скалярии». Ссылка дана в описании к этому видео. По этим причинам кишечник не может нормально выполнять свою функцию – всасывать питательные вещества, поступающие с пищей. В результате происходит нарушение обмена веществ. Организм не усваивает белки, жиры, углеводы, микро- и макронутриенты. Все это приводит к разрушению хрящевой и костной ткани. А язвы, эрозии и нарывы, которые образуются на голове и боковой линии – это уже последствия нарушения обмена веществ. У этого попугая развился нарыв с гнойным содержимым в области головы. В его фекалиях я обнаружила огромное количество флагелят «Гексамит». Поэтому сомнений в постановке диагноза нет никаких. Это однозначно «Гексамитоз». Перед началом манипуляций с рыбой я внесла в воду транквилизатор, который успокаивает рыбку и снижает болевые ощущения. Ватной палочкой я убираю гной. В этом случае мне пришлось воспользоваться дополнительным пинцетом, так как содержимое нарыва было довольно плотным и извлечь его только палочкой не представлялось возможным. Редактор субтитров А.Семкин Далее я обрабатываю ранку ватной палочкой. Затем палочки смочены в 10% растворе бетадина. Это нужно, чтобы продезинфицировать раневую поверхность и предотвратить развитие вторичных инфекций. Теперь давайте рассмотрим содержимое нарыва под микроскопом. Я делаю временный влажный препарат. Здесь мы можем видеть только гнойное содержимое, образованное в результате разрушения тканей. При запущенной болезни в этом уксудате можно увидеть клетки самого возбудителя заболевания – лагелят. Попугайчик отходит от наркоза, координация его нарушена, двигается он сейчас рыбками, но скоро это пройдет. После того, как нарыв очищен, я посадила рыбку в карантинный аквариум. Для лечения гексамитоза попугая я применяю препарат флагелол – 1 мл на 40 л. Требуемое количество лекарств необходимо разбавить в стакане с теплой кипяченой водой температурой до 40 градусов. Так как у рыбки помимо основного заболевания есть повреждения на голове, открытая рана, в дополнение я вношу антибиотики – метрониндозол и доксициклин, чтобы предотвратить развитие вторичных инфекций на поврежденном участке тела. Через 3 дня ранка затянулась, воспаления отсутствуют, рыбка активна и жизнерадостна. А через неделю на месте сильного нарыва остался маленький рубец. Теперь рыбку можно выпускать к своим соседям в общий аквариум, который также был пролечен гексамитозом препаратом флагелол. Я рассказала вам одну из схем лечения гексамитоза у попугая. Если ваша рыбка имеет признаки заражения гексамитозом и вы не знаете, как ей помочь, обращайтесь ко мне за консультацией в комментариях и в группах в социальных сетях. Ссылки даны в описании. Если для вас этот материал был полезен, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал и рассказывайте о нем своим друзьям. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание новых фильмов. С вами была ихтеопатолог, специалист по болезням аквариумных и прудовых рыб Екатерина Отставная.